Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работают Ярнур Изимов и вначале коротко о главном. Повышение цены на сахар может привести к большому всплеску недовольства. Депутат Можлиса Каратаев представил запрос, в котором поднял проблему подорожания социально значимых продовольственных товаров. Паблики и телеграм-каналы хотят урегулировать согласно новому закону о средствах массовой информации. Повышение цены на сахар может привести к большому всплеску недовольства. Депутат Можлиса Каратаев представил запрос, в котором поднял проблему подорожания социально значимых продовольственных товаров, в частности сахара. Депутат отметил, что социально значимые товары за год подорожали на 19,9%, а сахар на 61%. Цены на сахар колеблется в пределах 600-900 тенге за килограмм. К тому же его можно найти не в любом магазине. А министр султанов в кулуарах Камбина признался, что сахар будет дорожать, потому что это импорт. Напомним, с чего все начиналось. Российские власти заявили о запрете экспорта сахара из страны на полгода из-за санкций. В Казахстане, который импортирует сахар в том числе из России, власти поспешили успокоить население. Прозвучало заявление Министерства торговли о том, что в республике есть запасы сахара на три месяца. Почти сразу сахар стал самым востребованным продуктом по всей стране. А продавцы начали ограничивать продажу товара в одни руки. Люди расхватывали сахар с полок, едва продавцы успевали его выложить. В нескольких гипермаркетах сахар в какой-то момент вообще закончился. Товароведы супермаркетов признались, что никогда прежде сахар не пользовался такой бешеной популярностью. Сахарный вопрос, который появился четыре месяца назад, до сих пор среди населения вызывает ажиотаж. Потому что последствием этой ситуации стало закрытие крупных, не говоря уже о малых кондитерских предприятий, производящих продукцию с использованием сахара. Лес рубят, щепки летят. Дальнейшее повышение цены на социально значимый продукт питания может привести к большому всплеску недовольства среди населения. Проблема требует неотложного решения, с учетом того, что потребности республики в сахаре в среднем составляют 600 тысяч тонн. И только 10% сахара производится из нашего сырья. Остальное зависит от импорта. Оказывается, местные заводы не загружены даже наполовину. А все из-за того, что не все из них могут перерабатывать сахарную свеклу, которую к тому же не хватает. А тростник, из которого тоже делают сахар, приходится покупать за границей. К слову, доля местного производства свекловичного сахара во внутреннем потреблении есть. Правда, она составляет по разным данным от 3 до 7%. Все остальное – это либо прямой импорт, либо переработка импортируемого сырья. Отсюда и непосредственно зависимость от цен на международной бирже. Если Казахстан не нарастит объемы производства действительно своего, а не импортируемого сахара, он таки будет сидеть на игле зависимости. И тогда, по большому счету, не важно, кто будет диктовать условия – лондонская биржа или чья-то олигополе. Ведь в конечном итоге переплачивать будут не толстосумы, построившие сахарный бизнес, а конечные потребители. Но по многим ценам, где есть импортозависимость, например, сахар, здесь, хочешь не хочешь, но цена будет подниматься. Потому что перерывая цена во всем мире растет. Наличие сахара в запасах у тех стран, основных производителей, тоже растет. И поскольку один из основных поставщиков в России ограничила поставку, то, конечно, это будет влиять, поскольку логистика сегодня тоже во всем мире растет. Сам доллар растет, само евро растет. Министр торговли Бахат Султанов заявлял, что основная причина изменения цен на рынке сахара – изменение логистики. 70% производства сахара импортируется, из них 90% – импорт из России. Так сложилось, потому что кубанский сахар имеет меньшую цену, чем наши заводы могут производить из привозного сахарного тростника, пояснял глава ведомства. Цена будет зависеть, хотим мы или не хотим, от мировых цен на сырье. Сахарный тростник заявлял Султанов. Он уточнил, что 70% сахара Казахстан производит из импортного сырья. Блогеры должны отвечать за недостоверную информацию, так же, как и традиционные СМИ, считает министр информации и общественного развития Аскар Умаров. Но для СМИ предлагается сократить срок исковой давности. Ответственность для блогеров, по его словам, в первую очередь будет касаться рекламного рынка. Паблики и телеграм-каналы хотят урегулировать согласно новому закону о СМИ. В отношении сайтов применение законов о СМИ полностью оправданно, говорят эксперты. Хочешь популярности, хочешь соперничать с традиционными СМИ, хочешь отнимать у них не только аудиторию, но и рекламные бюджеты, тогда бери на себя подобающую ответственность за клевету, публикацию порчащих сведений и так далее. Возможно, новостные печатные газеты уйдут с рынка, а вот блогеры вряд ли заменят журналистов. Ведь умение грамотно писать, талант, специальные знания никто не отменял. Более того, лучшие блогеры – это журналисты, люди, профессионально владеющие словом, говорят эксперты. Хотя госзаказ блогерам не дают, но каждый человек, у которого есть смартфон в руках, он может стать конкурентом любому журналисту. Вот там представители частных газет задавали мне вопрос по поводу того, почему, например, мы работаем с рекламодателем, мы несем расходы, мы отвечаем за, в принципе, за каждое слово в рекламе, но при этом какие-то паблики перебивают у нас рекламодателя. Почему? Потому что они даже налоги не платят, потому что их просто нигде нет. Вот вопрос стоял об этом, но это вопрос обсуждаемый. Поскольку блогеры не работают ни в каком издании, у них нет договорных отношений с работодателем. А также мы прекрасно понимаем, что они готовят материал не по журналистским стандартам, а публикуют лишь свой взгляд на ситуацию. Блогеры хотят иметь такие же тиражи, посещаемость, как традиционные СМИ, и при этом не хотят нести такую же ответственность. Министр заявил, что пока блогеров и журналистов не приравнивают. К сожалению, у нас есть такое, что мы где-то паблики путаем с блогерами, да, то есть, ну, мамаситу вряд ли мы будем приравнивать к журналистам. Зачем? И мы вообще не должны СМИ на данный момент, на данный момент, на данный момент. Я не знаю, дальше будет какая новая реальность, но 25 лет назад мы интернет-сайты СМИ не считали. Выходит, человек, который выложил фото в Инстаграм, уже журналист, спрашивают работники СМИ. Это не совсем верно. Следующее отличие – это то, что у блогера нет редакции. Следовательно, он высказывает свои собственные мысли. Если говорить об ответственности блогеров, то, к примеру, нынешнее законодательство прекрасно регулирует отношения между интернет-пользователем и обществом. В случае оскорбления блогером кого-то в своем посте, в отношении него можно применить тот же самый уголовный или административный кодекс. Бауржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. 32 работника сферы культуры и спорта осудили за коррупцию с 2020 по 2022 годы. Об этом сообщила антикоррупционная служба республики. Недавний случай, произошедший в Казахстане, показывает синичность преступников, призванных защищать интересы государства, но при этом ворующих у детей и организации. Подробнее в нашем материале. Только с начала года зафиксировано 19 фактов коррупции, за совершение которых привлекается 13 работников сферы культуры и спорта. Не отстает в этом плане и образование. За примером далеко ходить не надо. Более 45 миллионов тенге похитили руководители детских садов в Шемкенте. Досудебное расследование в отношении руководителей детсадов по подозрению в хищении бюджетных денег начал территориальный департамент агентства по финансовому мониторингу. В период с 2019 по 2021 годы путем внесения недостоверных сведений в табели посещаемости детей в дошкольных организациях незаконно похитили бюджетные денежные средства на общую сумму 45,7 миллиона тенге, предусмотренные по программе Балапан на подушевое финансирование дошкольного воспитания. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. И это не только садики, но и учебные заведения в целом, школы и вузы. Накануне сообщили, что почти 90 миллионов тенге похитила главный бухгалтер одного из учебных заведений Караганды. Используя свое служебное положение с целью хищения веренного чужого имущества в особо крупных размерах, более года с января 2021 по май 2022 года перечислял необоснованные суммы в виде зарплаты, пособий для оздоровления и временной нетрудоспособности на свой счет, а также бухгалтеру, замдиректора, двум уборщикам производственных помещений и учителю одного из профильных направлений учреждения. Получается целая команда. Общий ущерб от преступной деятельности составил 88 миллионов тенге. Возмещено 13 миллионов тенге. По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан по разглашению не подлежит. И как говорил Юрий Деточкин в одном из фильмов «Воруют». Я не мог этого терпеть. Ведь воруют. Много воруют. В Казахстане за неполные пять месяцев этого года в коррупции изобличены более шести сотен должностных лиц, 110 из которых – руководители различного уровня. Более 220 миллиардов тенге вернули в бюджет, и это не конец. Сколько лет грозит несовершеннолетний за жестокую расправу родного человека? Холероподобный вибрион обнаружен в пробе, взятой из водоемов Западно-Казахстанской области. Насколько опасна такая находка и грозит ли это распространение инфекции? 16-летнюю школьницу в Ак-Тубе будут судить за убийство родной матери. Кроме подростка, под сражу взят и ее 19-летний приятель. После задержания они рассказали жуткие подробности преступления. Как сообщили в прокуратуре, громкое дело уже направлено в суд. Лейла Увесва следит за ходом расследования. Убившая родную мать школьница полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном. Как выяснилось в ходе следствия, после жестокой расправы она спрятала тело на балконе. А сама вместе с 19-летним приятелем еще несколько дней жила в той же квартире. Трагедия произошла в начале мая в одной из новостроек в микрорайоне Нур-Ах-Тубе. Девочка вместе с матерью переехала в город из сельской местности. Семья была неполной, снимала здесь жилье и относилась к социально уязвимой категории. В ходе досудебного производства установлено, что о преступлении, совершенном по месту проживания, погибшие обвиняемые сообщили лишь спустя несколько дней. Действия обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, как совершение убийства группы лиц. Расследование завершено. Все материалы нашумевшего дела переданы в суд по уголовным делам. Других деталей убийства, в том числе и мотив, следствие пока не разглашает. Известно лишь, что орудием жестокой расправы стал кухонный нож. Виновным может грозить до 20 лет тюрьмы. Кроме убитой женщины, у подростка больше нет других родственников. Мать воспитывалась в детском доме, а отца 16-летняя девочка не знает. Сама подозреваемая училась в вечерней школе и, несмотря на свой возраст, окончила только 5 классов. Ее приятель, студент одного из городских колледжей, тоже находится под стражей и проходит по делу как соучастник преступления. Лайла Уэсова, Жумар Хадайбергенов, телеканал ТДК 42, Ак-Тубе. В Рудном задержан водитель, 85 раз нарушивший правила дорожного движения. Сумма штрафов превысила несколько миллионов тенге. Также заядлого нарушителя остановили в Кустанае. Обе машины отправили на штрафстоянку. Водитель из Рудного наколесил штрафов на 2 миллиона тенге. Мужчина 85 раз нарушил правила дорожного движения. Причем водительских прав у него никогда не было, а машина была на Росучете. Данный гражданин при проверке выяснил, что не имеет права управления транспортным средством. То есть купил данное транспортное средство и нарушил. Он признал сам факт превышения скорости. Ещё одного любителя быстрой езды задержали в Кустанае. Он допустил 47 нарушений правил ПДД и задолжал в казну штрафов на миллион тенге. Впрочем, у двух водителей отсутствовали страховые полисы. Оба транспортные средства были водворены на специализированную стоянку. И автомашины будут возвращены после уплаты административных штрафов. За один день рейда по должникам пять автомобилей были определены на штрафстоянку. Всего с начала года в Кустанайской области. На водителей было наложено 42 тысячи административных штрафов. Нарушителю уже выплатили 220 миллионов тенге в доход государства. Нина Шапо, Елена Досова, Андрей Сысоев, ТДК-42, Кустанайская область. В Мангистау три села постоянно находятся во власти песков. Автодороги, загоны для домашней скотины, социальные объекты. Жители своими силами и за свои средства пытаются остановить психию. Но эту битву с природой они явно проигрывают. Моя коллега с подробностями. Сельчане трёх сёл Саусхан, Джармай и САЗД оставлены один на один с сыпучей проблемой. Общая численность населения трёх сёл – 250 человек. И это в основном животноводы, которые страдают от нашествия песчаника. По словам местного населения, с каждым разом наступающий песок покрывает свои толщи и подножий корм, и редкие места водопоя. Сельчане причину песчаных оползней связывают с освоением грунтовых вод. Песок постоянно прибывает. Устали расчищать. Одна расчистка стоит 500-600 тысяч тенге. И надолго не хватает. Откуда столько денег найти? Недалеко от нашего села находится месторождение Саусхан, которое обеспечивает водой Жанаузен. Уже более 50 лет качают воду Саусхана. Мы думаем, что за это время объём грунтовых вод уменьшился, что привело к движению песка. Песок уже вплотную приблизился к нашим домам. Чтобы остановить движение песка, в трёх сёлах пять лет назад был разработан специальный проект, стоимость которого составила 422 миллиона тенге. По проекту планировалось против оползней посадить такие растения, как саксаул и жузгун. Однако тогда необходимые средства не были выделены. Сейчас деньги есть. Но нет подрядчика. Это связано с увеличением стоимости услуги. Из областного бюджета на 2022 год выделены деньги. На первый, второй и третий годы предусмотрено 256 миллионов тенге. С начала года мы объявили конкурс четыре раза. В связи с отсутствием участников, конкурс был признан несостоявшимся. Специалисты не намерены отступать от идеи создания живой преграды и планируют объявить ещё один конкурс. Если опять никто не изъявит желание участвовать в нём, проект внесут изменения, чтобы начать его реализацию до конца года. Салтан Тайджанова, Мухагали Нурдаулетов, ТТК-42, из Мангистауской области. Летний лагерь в Атрау находится в плачевном состоянии. Здание нуждается в капитальном ремонте. А дети, которые должны были заехать на отдых ещё в первую смену, до сих пор дома. Тысячи детей, которые должны были отдыхать в лагере Тулпар, отправят в другие регионы Казахстана. Но и это пока на словах. В отделе образования говорят, что 90% детей успеют отдохнуть до начала нового учебного года. Стоимость месячного отдыха в платных лагерях – не менее 60 тысяч тенге. В эту сумму не входят дорожные расходы и прочие нужды. В связи с текущим состоянием лагеря Тулпар разрабатываются документы на капитальный ремонт. Планируется начать работу в этом году, а также отправлять детей, которые должны были там отдыхать в другие регионы Казахстана. В области с начала года утонули три человека. Третья трагедия была зафиксирована 22 июня на реке Утва в городе Аксай Бурлинского района. Как сообщает пресс-служба Департамента по ЧАЭС Западно-Казахстанской области, информация о том, что 40-летний мужчина утонул, поступила вечером. Спасатели приступили к поиску в 22.35. В 23.48 поиски были прекращены. Утром 23 июня Департамент по чрезвычайным ситуациям возобновил поисковые работы. В 7.55 тело мужчины нашли. 22 июня в 26.08 поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе, городе Аксай, микро Наралтал на реке Утва утонул человек. После поступления сообщения выехали оперативно-спасательного отряда, 4 человека и 1 единица техники. Холероподобный фибрион обнаружен в пробе, взятой из водоема Западно-Казахстанской области. По словам заместителя начальника Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Западно-Казахстанской области Нурлубека Мустаева, холеры у населения области не выявлено. Подробнее в сюжете. Ежегодно в период острых кишечных инфекций с мая по октябрь из открытой воды берут пробы холерного вибриона. Холерные вибрионы делятся на патогенные и непатогенные. Всего их около 150 видов. Из 73 проб, взятых с мая, выявлено 14 непатогенных холероподобных бактерий. В настоящее время проводится ежедневный контроль для предотвращения опасных заболеваний. В 14 пробах у нас уже выявлен вибрион холер-001. Он не патогенный, но вместе с тем вызывает у людей... Ну, клиника Асанэго проходит в виде диареи. Поэтому рекомендуем обязательно соблюдать правила личной гигиены. При посещении стран, где у нас является эндемичная холера, обратно же соблюдать все меры предосторожности. Стоит пить только бутилированную воду. В настоящее время в областной инфекционной больнице находится на лечении 41 пациент. 28 из них – дети, 13 – взрослых. Всем им были проведены тесты на холеру. Большинство больных имеют кишечные инфекции. Поскольку это инфекционное заболевание, очень важно соблюдать личную гигиену, говорят врачи. У всех поступающих берут анализ на холеру. В больнице имеется запас солевых растворов на случай вспышки холеры. Антибиотики в достаточном количестве. Основной путь распространения инфекции – через воду, в которую вибрионы попадают от больного человека. Из водоемов возбудитель холеры может попасть в организм человека при заклатывании воды во время купания. Через посуду, овощи и фрукты, вымытые сырой водой. Сотрудники ЧУЭС Уральска спасли ребенка от падения из окна. Инцидент произошел в девятиэтажном доме по улице Курмангазе. Спасатели вызвали нероднодушные соседи. Они увидели двухлетнего мальчика, стоящего у открытого окна. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Стоящего на подоконнике ребенка заметили соседи. После пытались достучаться до жильцов. Но дверь никто не открывал. Двухлетний мальчик находился в квартире один. Было принято решение вызвать спасателей. Ребенок открыл окно и стоял на подоконнике. По приезду сотрудник полиции объяснил нам, что ребенок то поднимается на окно, а то заходит в квартиру. Когда в дверь стучали, он пугался и выходил на окно. Поэтому через дверь открывать нельзя было, потому что могло произойти страшно. Приняли решение спуститься с крыши на восьмой этаж. И тем самым ребенка зафиксировать, чтобы он не двигался. И с другой стороны уже открывать дверь, потому что блокировка двери была, ключей не было. Подобные случаи бывают достаточно часто. К ним уже, к сожалению, привязался термин сезонность. Как только на улице становится теплее, люди чаще открывают окна. Москитная сетка, которую дети принимают за преграду и опору, очень опасна. Спасатели просят родителей быть бдительнее. Это имени спасателей. Мы предупреждаем родителей, чтобы не оставляли детей дома одних, без присмотра. Особенно в летнее время, когда открыты оконные двери, балконы, также вблизи водоемов. Особенно внимание просим уделять родителям, так как они, в первую очередь, ответственны за здоровье, за детей. И также призываем соблюдать обычную технику безопасности. Страшных кадров падения детей из окон в интернете сотни. Предупреждение со стороны правоохранителей не заменит родительскую бдительность и внимание. Альбина Каленова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК, 42. Уральские полицейские задержали мужчину, который выращивал у себя во дворе дома коноплю. 48-летний мужчина из поселка Козлоба Жангалинского района Западно-Казахстанской области вместо безобидного хобби выбрал незаконные занятия. Он вырезал целую плантацию запрещенной растения на своем участке. Полицейские насчитали 427 кустов марихуаны. Управлением по противодействию экстремизма и управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции Западно-Казахстанской области в поселке Козлоба Жангалинского района по месту жительства у 48-летнего жителя поселка во дворе дома обнаружены изъятые 427 кустов культивированной конопли, поливной шланг и устройства для курения конопли. По данному факту начато судебное расследование по статье 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Продолжаются поиски 8-летнего мальчика на озере Чалкар. 22 июня спасатели поступили информацию о том, что в поселке Сарумер, Тиректинского района, на Шалкаре ребенка унесло ветром на середину озера. За ним поплыл его дедушка. Однако на берег обе не вернулись. Спасатели незамедлительно начали поиски. 23.00 мужчину удалось найти на противоположном берегу. Поиски мальчику продолжаются. Мальчик 8 лет. Во время купания потерялся. В тот момент дед бросился искать. После чего у нас были проведены поиски, поисковые мероприятия. У нас на данном месте находится станция спасателей. Нашими сотрудниками проводились патрулирования поиска. Также у нас был облет данного озера Каза Авиаспас с эврокоптером. В Уральске мальчик, получивший удар током, находится в критическом состоянии. Четырехлетний ребенок, пораженный током на трансформаторе, лечился обеих рук. Случай произошел около месяца назад. Сейчас ребенок находится под медицинским наблюдением. Волонтерами были собрано более 8 миллионов тенге на протезы рук. Сбор средств продолжается. По словам врачей, состояние ребенка по-прежнему тяжелое. Он помнит, что с ним произошло. Мальчик несколько раз спрашивал, почему у него нет обеих рук. В дальнейшем он будет долго лечиться, встанет на учет как инвалид. Ему необходимы протезы. Протезы будут устанавливаться через полгода, а может и через большее время. Все зависит от того, как будет восстанавливаться здоровье ребенка. В некоторых случаях пациентам устанавливают протезы после 18 лет. Аким области Галий Искалиев на брифинге, организованном службой центральных коммуникаций, заявил, что он несет ответственность за трагедию, как Аким, и что в случае доказательства виной компании будут приняты соответствующие меры. Рядом с мальчиком постоянно находится его мама. Она до сих пор не может поверить в произошедшее. Мы сына искали. Нам сказали, что он сгорел. Муж и зять побежали искать на подстанцию. После увидели, как мой мальчик самостоятельно шел домой. Руки его были сильно обожжены. Мы сразу же поехали в Жангалу, но руки спасти не удалось. Аманжол Сисингалиев – младший из четырех детей в семье. Ему еще необходимо долгое время, чтобы восстановиться. Сейчас житель города и общественный деятель Айбулат Букенов создал фонд по сбору средств на протезы ребенку. С врачами, с волонтерами и с фондами ищем и решаем, где можно приобрести протезы для Манжола. Кто-то говорит, из России или из Кореи можно. Самое главное – купить протезы. Второе – врачей в поселке, которые могли бы наблюдать мальчика, нет. Думаем, может, в будущем сможем приобрести квартиру в городе, ближе к больнице. Следует отметить, что 83% электросетей региона устарели. Изношенные провода часто обвисают, подвергая опасности как людей, так и животных. Опасность представляют и трансформаторы. Жители жалуются на безразличие специалистов отрасли. По данному факту, на данный момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Если вы захотите помочь маленькому мальчику, попавшему в беду, вы можете сделать посильный вклад по реквизитам, указанным на экране. Альбина Коленова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК, 42. Сегодня в Казахстане отмечается День государственного служащего. В 2003 году Генеральная ассамблея ООН определила 23 июня Днем государственного служащего, призвав стороны участницей Организации объединенных наций учредить подобный праздник у себя. В честь этой знаменательной даты в Акимате ЗКО состоялось торжественное мероприятие. На сегодняшний день в стране успешно трудятся около 100 тысяч государственных служащих. По оценкам экспертов, Организация экономического сотрудничества и развития, система Государственной службы Казахстана соответствует глобальным стандартам. На торжественном мероприятии в областном Акимате глава региона Галий Скалиев поздравил с профессиональным праздником специалистов, которые трудятся в ногу со временем и вносят вклад в развитие экономики страны. Вы внесли большой вклад в развитие области. Также хочу поздравить ветеранов данной сферы, которые стали для нас примером. Существует много мнений о государственных служащих, но, несмотря на это, среди нас много профессионалов, преданных своей работе, готовых служить стране. Всего в области на государственной службе трудятся более трех тысяч человек. Сегодня ряд из них получили награды. Одна из них – Гульмира Кауланова, которая работает в областном управлении культуры уже семь лет. Она получила благодарственное письмо от Акима области. Я работаю в этой сфере с 2015 года. Было много людей, которые были примером и помогали мне. Хочу от всей души поздравить всех коллег с праздником и пожелать здоровья и счастья. В целом, в прошлом году в Казахстане повысили квалификацию более 68 тысяч госслужащих. Напомним, глава государства Хасым Жумар Тухаев в своем обращении к народу после конституционной реформы отметил, что будет продолжена системная работа по модернизации государственного аппарата и максимальному избавлению от бюрократии. Вы готовитесь к родам? Поздравляем! Это очень важное событие для всей вашей семьи. Если у вас возникают вопросы по подготовке к родам, вы можете посетить профильную школу здоровья, которая организована в вашей поликлинике и проводится бесплатно. Там вы узнаете, что необходимо взять с собой в роддом, как начинаются схватки и что необходимо при этом делать, а также многое другое. Будьте готовы, что после рождения ваш ребенок получит прививки. Эти прививки помогут ему в дальнейшем уберечься от многих инфекционных заболеваний. В Казахстане прививки новорожденным делаются бесплатно. Берегите себя и вашего ребенка! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Третий этаж Новый супермаркет «Пешеход» предлагает продукты и бытовую химию, прямые поставки от производителей по низким ценам и высокого качества. У нас всегда свежие продукты. Ждем вас по адресам. Поселок Деркул, улица Сергей Лазуа, 14А, улица Неусыпова, 5, район Чигана-Набережной, улица Есенжанова, 34, остановка Нефтебаза, улица Кайрата Жумагалиева, 16Б, остановка Кирова, поселок Мичурино, улица Магистральная, 1А, улица Абулхайрхана, 2-11, магазин «Шанс». Такими были события уходящего дня. Я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Спонсор прогноза погоды – компания «Думан Транзит». Компания «Думан Транзит» оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова